Всем привет! Спасибо, что пришли меня послушать. У нас сегодня высокая конкуренция. Я не буду особо вливаться в какие-то технические детали, алгоритмы и так далее. Как человек, который лидирует в нашу компетенцию, которая занимается искусственным интеллектом, основная моя задача – это быть, можно сказать, посредником между бизнесом, который приходит зачастую с какими-то такими розовыми мечтаниями в голове, с маркетингом, который они где-то услышали и так далее, ну и желанием сделать что-то, что может быть неосуществимо технически на ныкующий момент. И техническими специалистами, архитекторами, которые работают в компании «Дораб», которые уже последствийно реализуют технические задачи. Значит, о чем… Да, ну и, соответственно, я буду рассказывать свое видение того, что мы делаем, видение того, как это делать бизнес, и немножечко я поговорю о кейсах применения и так далее, как категоризируем проект и так далее. С чего мы начнем? Ну, слайд по-близски. Но бывали бы, чего мы этим, в принципе, все занимаемся? Мы этим занимаемся потому, что, ну, о-первых, тема горячая. Во-вторых, вот согласно исследованиям, которые было проведено в Оксфорде в 2013 году, они сделали исследование по 702 вагансий, это не вагансий, а типам работ, да, которые есть на американском рынке. Эти 702 типа работ покрывают 97% в принципе всего рынка работы в СССР. То есть, в принципе, их угроза репрезентативная. И, исходя из определенного параметра, оказалось, что 47% вагансий на рынке поддаются автоматизациям. То есть, они не предсказывали, что там в течение 20 лет, да, или 10 лет такой автоматизируют, это, ну, немножко шарплеза кидательства. Но они подлежат автоматизации, это очень важно. Причем 54% из всех этих работ, они находятся в финансовой сфере, то есть, ну, представьте себе половину 12 сферы, автоматизируют. Значит, есть замечательный ресурс, вот, Брундер теоретически выпускает аналитику, добор, какие работы наиболее подвержены риску автоматизации, и при этом какая там идея на зарплаты. И, в принципе, на этом, что, как по картинке будет видно плохо, но очевидно, что есть работы вроде, там, retail sales, да, или, там, официантов, или кассиров, ну, вы знаете, конечно, что Амазон запустил уже магазины, кассировал и так далее, то есть, в принципе, все это уже работает. Это достаточно низкооплачиваемая работа. Есть существенно более плачиваемые, высокооплачиваемые, и тут становится уже интересно, потому что работодатели думают, если человек получает, ну, вот, 80 тысяч, например, да, в год, приблизительно, кредитный аналитик, значит, как-то, человек, который займем дает, да, оценивает перейденоспособность людей. Аудиторы и так далее. То есть, если это работает, подержит автоматизация, у нас работает 20 таких человек, 20, ну, то есть, тоже там, 2 миллиона, там, слово, да, так, может, при этом пытаемся что-то вложить в то, чтобы автоматизировать хотя бы часть, вот, ну, и, отлично, с похожими задачами приходят к нам. Ну, хотя бы часть, вот эти люди. Я думаю, что большинство из вас знает, но все равно хотел бы отметить этот момент, что есть искусственного интеллекта два типа, да, один это сильный искусственный интеллект, который человекоподобный, который задает себе дурацкие вопросы, вот, отличный пример, это я-робот, когда в какой-то момент он задает себе вопрос, что я на кого-то, да, мы этим, естественно, не занимаемся. Есть эти, слабый искусственный интеллект, это то, что мы привыкли видеть, это решение какой-то конкретной задачи специальной, есть, там, применение, ну, сейчас практически выходит отрасли, то есть, это могут быть, там, чат-боты, сам-драйв-машины, это может быть, альфа-гол, это игра, альфа-гол, где-то, там, сейчас уже куча и, значит, витамик, это экстрация данных, витамик, это вот мы занимаемся, в общем, в основном этими задачами. Дальше я хотел бы немного поговорить о том, какие типы проектов, какие типы проектов мы сталкиваемся. В основном есть три типа проектов проектов. Значит, первый, ну, естественно, это автоматизация пятина, да, это то, где технологии помогали раньше, и там, там, где сейчас, там, машинное обучение, и другие современные подходы позволяют с человека снять то, ну, мне нравится об этом думать в таком случае, что мало кто родился для того, когда был ребенком, у него была мечта, значит, забирать данные из одной системы руками и копипастить их в другую систему, да, ну, мало говоря, вот, и это первая большая тигура. Вторая R&D, это проекты, которые требуют большого количества ресерча, у которых риск не выстрелит существенно выше, которые стали возможными благодаря, в общем, повышению постоянных вычислительных мощностей и, скажем, расширению технологических возможностей, которые можно, в общем, реализовывать с помощью этих вычислительных мощностей, вот, я поговорю дальше немножко, вот, привожу примеры, вот, это тоже интересная категория, их естественно меньше, потому что не все готовы инвестировать, да, потому что, в принципе, выбираем из того, чтобы не выстрелить, но довольно высокая. Ну, и огромная, конечно, область, это подготовка данных, потому что какое машинное обучение, возможно, без данных, без экочистки, без копритопки, там, получения их в определенном формате, вот, и, в общем, наверное, в нашем опыте на подготовку данных и на обработку будет больше усилий, чем то есть, впоследствии тестировать алгоритмы и так далее. Если категоризировать те задачи, которыми мы занимаемся, чуть более глубоко пойти, то мне видится текущий рынок приблизительно таким образом. Это, конечно, может быть, процессом. Большая область, которая покрывает аналитику семантики, т.е. тексты, ну, только человек выражается, например, очевидно, черпоты, т.е. т.е. Это аналитика эмоций, ну, в общем, любого проявления человеческой природы. Вот. Это компьютерное зрение, это, естественно, проглотка картинок, фотографий, видео, там, сэлт-райвом машины, т.е. 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 Значит, рекомендательные и предсказательные системы. Ну, это большая область, которая, ну, мне нравится просто выделяет это все остальное, потому что, в общем, когда спрашиваем у машины, а что будет, да, а нам говорят, а вот такое. И data science, ну, data science это больше, на мой взгляд, статистические вещи, визуализация, да, какие-то инсайты и т.д. Не всегда, в общем, из данных требуется какое-то машинное обучение на процессорке, да, да, т.е. достаточно просто получить какой-то инсайд, с помощью этого инсайда, там, скорректировать, там, планы, не знаю, продаж или маркетинга, еще что-то. Ну, поговорим немножко о типах проектов. Значит, первая большая категория, о которой я хотелось поговорить, это вот те проекты, которые стали возможны благодаря повышению очистительной мощности. Дальше я буду приводить примеры. Значит, какие-то проекты наши, какие-то просто мне нравятся примеры, в общем. Что такое производство лекарства в 2018 году? Сейчас, с точки зрения статистики, значит, в среднем разработать одно лекарство занимает 10-15 лет, стоит 2,6 миллиарда долларов, только одно лекарство доходит из 100 до стадии ранних клинических испытаний. Это очень мало, как вы представляете. Значит, кроме того, Deloitte считает периодически рекомендант инвестмент компании, ну, фарм-компании, которые развивают лекарства. Значит, в 2010 году при разработке нового лекарства это было 10-1 процента, в 2017 3,2 падает стремительно. И, в принципе, такой же тренд был и раньше, в общем-то. То есть, что это означает? Что если мы, если компания инвестирует в разработку 1 миллион долларов, то в 2017 году она получает назад 32 тысяч. Правильно? Ну, естественно, остальное она добирает на продажу тех лекарств, которые уже существуют. Это очень мало. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, классические подходы к решению этой задачи уже, ну, во-первых, они малоэффективны, во-вторых, это не делает их неэффективными, но они малоэффективны. И дальше все будет только хуже. Соответственно, нам нужно пытаться как-то эту ситуацию поменять и предположить, что можно сделать для того, чтобы современные технологии, которые нам могут помочь. Что мы делаем в этом случае? Это наш проект. Значит, мы работаем с стартапом, значит, цель которого ускорить производство и удешевить его. есть огромное количество данных, которые собираются. Это результаты клинических исследований, это медицинские записи этой кримии, это генетические профили и так далее. Все это агрегируется, построено, правда, как нового проекта, NML, Azure Service, платформа. Значит, все это агрегируется в эту платформу. Там, может быть, до 10 тысяч параметров по каждому конкретному кинесу, то есть человек, например, есть клинические исследования, например, рака поджелудочной железы. Это все очень задокументировано, которые понимают. Все очень задрекано в последние 30 лет. Значит, собираются данные о том, чем болел человек, какое у него состояние сейчас, какая погода на улице, какая влажность, какая температура, какая география, какие у него эти энергии. В общем, огромное количество данных. И что мы, фактически, пытаемся сделать? Мы пытаемся посмотреть, вот мы здесь ели на ближайшее назад, на то, что уже делалось. Может быть, даже не обязательно рак поджелудочный, может быть, не знаю, какая-то совершенно другая болезнь. И из этих данных попытаться найти какие-то инсайты, которые могли бы нам подсказать, что вот такая комбинация в составе лекарства, ну, не сто процентов, ну, понимаете, это с высокой вероятностью. Выше 90 процентов, скорее всего, не выстрелит вот в этой географии, потому что там высокая влажность, там люди не восприимчивы к такой комбинации и так далее. Вот. Естественно, результатом этого является отсекание большого количества просто того, что наверняка не сработает. Мы удешевляем, успеваем процесс, но в результате, в общем, экономится, можно сказать, жизнь человеческая, потому что не испытывается то, что с высокой вероятностью не сработает. Есть и обратная задача, то есть в пользу того, что гипотетически может сработать. Благодаря вот этих исследований, например, в 2018 году в начале, я не знаю, это слово про раку желудочной, значит, одно из лекарств, которое было разработано вот таким образом, дошло до начального этапа клинических испытаний. Это большой успех. Ну, что практически сделано, это, ну, чем мы занимаемся вот в таких проектах. Это рейер с инженером, да, в каком-то смысле, да. То есть мы пытаемся понять, почему, ну, то есть руками мы это не перебрали, да, но тут у нас есть возможность делать это с помощью большого объема данных и технологий. Поехали дальше. Мне очень нравится этот пример, это не наш проект, но сейчас очень горячая тема, это, ну, как я уже говорил, финансы, в общем, популярная штука и, в частности, кредитование финансов для строения своих белых моделей. В целом технологии, вы сами понимаете, математика, она существует достаточно давно, но любая компания пытается, во-вторых, расширить рынок, во-вторых, уточнить свои существующие модели. Значит, сейчас складывается интересная ситуация, да, потому что все диджитализируется, появляются новые рынки, причем как на классических рынках типа штатов, да, так и совершенно новые. Например, Индия. Вот представьте себе, что за три года, с 2014 по 2017 годы, количество людей, которые завелись в себе банковский счет, выросло на 30 процентов. Это для того население Индии. Сейчас 83 процента населения Индии имеют банковские счета. Это, если посчитать, сейчас население Индии примерно миллиардом, там, 300 миллионов, это 400 миллионов человек. Представьте себе, что они, там, не все, там, помячи или бедняки, там есть достаточно большое количество среднего класса. Средний класс – это то, на кого смотрят банки, да, это основная, ну, здоровая экономика, это основные люди, которые берут кредиты и выплачивают, там, банки зарабатывают проценты и так далее. Поэтому расширение, в принципе, всего рынка вот в этом направлении дико интересно всей банковской системе. Но возникает другой вопрос у людей, которые уже есть, у них уже есть банковские счета, у них есть банковская история, у них есть кредитная история, у них есть какой-то рейтинг. Значит, с ними понятно, что делать. Но представьте себе, у вас в какой-то момент опять же еще 400 миллионов человек вообще без кредитной истории. Ну, как оценивать их кредитоспособность? Было предположение, ну, это сейчас основная, основной тренд в этой области, было вот это предположение, что те люди, которые уже, может, исторические данные, которыми мы уже обладаем, можно их проецировать на вот этих новых пользователей с помощью той информации, которую люди сами дадут, да, они же хотят получить деньги. Значит, эта информация получается в основном из их мобильных телефон. То есть они практически дают доступ к своим соцсетям, к истории браузинга, к своей книге контактов, к местоположению и так далее. Это много информации. Ну, как вы понимаете, для, например, ну, в общем, если мы условно смотрим на два человека, если один сидит там, ядерный физик по образованию и там выступает на конференциях и так далее, у него будет кредитный рейтинг, с точки зрения здравооспособность, наверное, выше, чем у, там, просто человека, который не делает ничего и постит котик. Вот. И в то же время этим же приложением пользуются существующие клиенты. И мы пытаемся спроецировать то, значит, те исторические данные, которые у нас уже есть, плюс их, вот эту всю социальную историю на тех людей, которые только появились, у которых есть только социальная история. Вот. И, как выяснилось, в общем, этот метод достаточно эффективен, и, в общем, он все сейчас хорошо показывает. Есть аналогичный стартап, который пытается расширить банковский рынок в штабах. его организовали два экс-топ-менеджера в углу. Значит, они пытаются расширить, понизить порог возрастной людей, которые могут пользоваться банковскими работами. То есть, если сейчас, по-моему, с 18 лет, если меньше, по-моему, что не надо, то они хотят понизить порог до 16, потому что, в принципе, люди уже, как бы, в состоянии брать кредиты, что-то покупать, выплачивать, в принципе, это, может быть, небольшая работа, так-так-так. Тема дальше. Да, большая категория автоматизация. Ну, тут можно бесконечно приводить пример, но я приведу буквально парочку. Значит, это наш проект. Один из наших клиентов — это компания в крупнейшем мире, которая занимается рейтинговой агентством. То есть, они оценивают другие компании, в общем, они оценивают их, не знаю, как правильно сказать, но, в общем, их рейтинг. Вот АА, ГУРБ, вот если вы видели, это организационный. Вот они это оценивают. Как это делается? Есть большое количество людей, которые работают, у которых есть, кстати, огромное, еще большее количество данных, которые приходят от этих компаний, из внешних источников и так далее. И они, в общем, ведут букву данных по этим данным, ищут ту информацию, которая для них нужна, экстрагируют ее из этих данных и кладут в свою какую-то модель, да, которая, в принципе, в принципе, интересная. Но процесс экстрации этих данных, он длинный, да, трудоемкий, ресурсоемкий и ошибки происходят. Вот. И в какой-то момент они задались вопросом, можно ли каким-то образом этот процесс автоматизировать? Ну, подумаем. Ну, окей, давайте подумаем. Вот, если у нас есть, какие данные мы ищем, да, ну, там есть какие-то стандартные речи, типа Revenue для компании, там, BNL, какие-то финансовые параметры. Эти параметры, они обычно собраны, ну, какие-то структуры, они редко разбросаны, там, по документам. Ну, такое тоже случается, но часто это добыча. У нас есть какой-то реформ в финансовой компании, который, там, 0, 200 страниц. Ну, руками просто сидеть, скролить, искать эту тублицу, он проблематичный. Давайте подумаем, как мы можем это решить. Во-первых, нам нужно найти те данные, которые похожи на то, что нам нужно, да, по ключевым словам эти симметические данные. Значит, когда мы делаем предположение, что это те данные, которые нам нужны, мы смотрим, ага, они находятся в табличке. Окей, умеем распознавать таблички. Это компьютер-режим, да. Значит, после того, как мы распознали, что это табличка, нам нужно понять ее структуру, ну, и заэкстрактику данных уже в нашем системе. Естественно, весь проект был начат с того, что просто нужно взять, значит, руками найти табличку, экстракт за экстрактить данные и так далее. То есть это уже автоматизирует какую-то часть, выручную работу, да, то есть у них просто работает паспорт. Для этого изначально, значит, был использован, ну, использован инструмент Table. Он работает, ну, в принципе, если я не ошибаюсь, Table — это, по-моему, консовская решение. Работает, ну, не всегда идеально. Соответственно, этот инструмент был в какой-то момент переписан. Параллельно с этим, собственно, делался поиск с помощью компьютера на табличке по-другому. То есть сейчас выглядит это таким образом. Мы загружаем документ, в автоматическом режиме обещается табличка, нам ее показывают. Значит, в автоматическом режиме мы пытаемся распознать структуру этой таблички. И потом по ключевым основам мы получаем все равно данные, которые нас интересуют. Ну, потом это отдельный инструмент, который заряжается. На самом деле, таким образом понятно, что система не идеальна. Понятно, что есть какое-то количество пропусков, да? Есть документы, в которых просто ничего не находится, где-то должно, да? Компован и правильно проверить, в принципе, это структуру. Ну, таким образом, находится, на самом деле, 80% тех дамок, которые нам нужны. Ну, знаете, как правило параллельно, 20 минут. Вот 80% дамок находится. Это означает, что если у нас есть отдела 100 человек, которые, да, в тот-тому закройли, в этих табличках. Это не означает, что там останется 20 человек, да? Естественно. Все придется перепроверять. Но, скажем, 50 с высокой давности. Остальные 50% будут заниматься чем-то другим, обычно в таких компаниях очень много. В принципе, стоит отметить, что такие программы, вот, автоматизация, экстракция, там, проверки, там, и так далее, сейчас запускаются, ну, я не знаю, почепные, подавляющие в большинстве, больших финансовых структур. В частности, у Джейпи Морган, например, они каждый год тратят 360 тысяч человек по часу, это 200 человек по часу, на проверку кредитных контрактов, кредитных контрактов. И в результате этой проверки у них все равно каждый год 12 тысяч ошибок против контрактов. Ну, которые потом приводят, естественно, на протерях и к каким-то судебным издержкам, когда, в общем, оказывается, что-то, что-то там, и там. Я не должен зарусти сейчас аналогичную программу. В общем, практически кистически такой большой большой программ. Пример, который мне очень нравится, потому что он меняет буквально, ну, в ком-то смысле весь мир. Потому что население земного обшара растет быстрее, чем количество докторов, которые обслуживают в этом институте. Что вызывает естественные вопросы. Да, во-первых, измеренность медицины повышается, во-вторых, не у всех есть доступ, потому что они живут далеко от своего специализированного центра и так далее. Это инструмент, который был разработан специально для, ну, это телемедицинское решение, которое позволяет сделать следующую вещь. Во-первых, запланировать звонок с врачом, даже не с врачом. Перед тем, как человек попадает к врачу, есть определенный опросник, да, который, ну, эти вопросы обычно задает врач, но, на самом деле, не обязательно, чтобы это задал врач. Достаточно опрос для человека квалифицированного в этого в мире, по-первых, пойти и задавать вопросы, и на основании этого у врача уже будет какие-то там рогат для, значит, какого-нибудь принятия решения, там, более оплитированные вопросы и так далее. Значит, для того, чтобы решить проблему, во-первых, понизить загруженность врачей, вот, это очень эффективно, во-вторых, значит, дать доступ людям, которые не могут быстро добраться до госпиталя, было разработано, вот, такое он приложил. Значит, человек задается, соответственно, на прием к врачу, значит, у него есть какие-то его медицинские данные, у него ВНЧА, значит, есть видео-нчат с ним, есть распознавание, это спичитый текст с помощью революции, сделанный, значит, вопросов и ответов, то есть у нас есть полный транскрипт. Есть вот хелст-навидатор, например, додавка, который, собственно, движок подспечивает, самое интересное, что есть здесь. Значит, на основе этого транскрипта ответов он пытается предсказать, какая вероятность, во-первых, подсказать следующий вопрос, да. Как вам сказать, следующий вопрос, он пытается определить вероятность заболевания у человека, да, то есть, там, с одной стороны, есть предприниматель правил, да, с другой стороны, ну, если человек, там, ответил на несколько вопросов так, что, там, с вероятностью 70% у него допустим паст, да, то, ну, имеет смысл по-другому трубу пить с автобусом, возможно, не пойти с того, что, значит, ну, и, соответственно, вероятность заболевания деталей и так далее. На что хотелось бы обратить особое внимание здесь, на то, что, в общем, с каждым годом машинное обучение, эти инструменты, которые можно использовать, они перестают быть уделом каких-то академических группов, математиков, там, своего программиста и так далее, да, и, в общем-то, становятся доступны, ну, скажем, с каждым годом все шире и шире и группа тех же людей. И это, конечно, не означает, что можно не знать ничего, пытаться бросить какие-то данные, как часто у нас происходят, пытаться бросить какие-то данные, получить из них инсайд, технический момент, это, конечно, не значит, все равно нужно принимать механику, но вот такие вот приложения можно собирать из готового блока, в общем-то, то есть есть арты, готовые системы, значит, это существует сейчас и повсеместно наберяется, чем дальше, тем больше. Switched to text, ну, очевидно, да, у каждого сейчас есть Switched to text, дружок, схематический анализ, но это уже на краевую первичайство, глобально уже есть серверсы, которые просто можно интегрировать в свои решения и получить, в общем-то, вот этот результат. То есть, на самом деле, из всего этого приложения нужно, конечно, построить архитектуру, нужно много технологий, нужно сделать какой-то UI, там, какой-то сервер и так далее, но глобально все эти вещи готовы, да, просто возьмите и интегрируйте. Так, я вообще-то приближаюсь, на самом деле, к финалу рассказа. Есть, на самом деле, это недавно стало для меня открытием. Есть такие инструменты, роботик процесс автоматический. Почему стало открытием? Потому что они существуют, на самом деле, в 89 лет, в этот случай-то, вся эта история совершенно не новая. Значит, это инструменты, которые не всегда связаны с искусственными теоретами или машинным обучением, это, на самом деле, инструменты, которые помогают автоматизировать процессы через интерфейс, да. То есть, мы диссимулируем работу человека, который делает противные задачи. Вот, например, мы сейчас столкнулись с ситуацией в одном ревитном фонде, когда, ну, они к нам пришли и говорят, ну, у нас много оптимов, ну, я в этих как-то автоматизировал, давайте используем вашинг-бернер. Ну, так, подождите. Может быть, не вашинг-бернер, может быть, просто посмотрим на вариант, ну, давайте посмотрим. Решите ситуацию. Значит, ситуация такая. Сидит два человека, full time, круглый год. Системы в финансовых структурах очень часто старые и архитектура несовременная, пользоваться очень сложно. Значит, у них нету API, у них нету в том, что в базе. В общем, данные вынуть оттуда, ну, через UI можно. Значит, давайте человека, full time, забираем данные с веб-прейсе системы, копируем их и кладут в десктоп в приложение. В этом заключается их работа. Почему так? Потому что данные агрегироваться в данном продукте, то есть, в десктоп есть очень много функций просто. Ну, они с ним могут там делать что угодно. Подружить их они никак не могут, в общем. И мы посмотрели на это все и думали. Ну, может быть, это безумно аварьируется. И внезапно, ну, для меня это стало открытие, мы нашли вот API инструменты, которые за последние пару лет сделали просто какой-то гигантский скачок. Это инструменты, которые автоматизируют, вот так, есть автоматизирование и тестирование интерфейсов, да, ну, Selenium, какие-то другие. Вот это лучше Selenium, но который пошел дальше. Там был уход архитектуры, то есть можно, в принципе, без вообще большие навыков программирования настраивать в экстрации одного места и складывания в другое. Там есть такая UAMI схема, с помощью которой можно все это настроить. И если функционала недоскладочная, то можно расширить. Мы, например, используем UiPath. Там мы расширяем с помощью .NET степы VisualPlace. То есть принцип для человека, ну, для этого не нужно быть, скажем, все виталии он должен делать такие задачи. Вот. Почему я пришел об этом поговорить? Ну, во-первых, это рынок очень сильно сейчас растет. За последний, за 2017 год, значит, вот, вот, я, честно говоря, не очень собирал сейчас данные, но я знаю, что в Германии, например, он был раз где собирался. То есть количество специалистов в Афривии, оно просто, ну, количество вакансий зашкакало. Значит, с точки зрения объема этого рынка, вот, до 2020 года, ему этого рынка станет 1 миллиард долларов, но это довольно много. Поэтому мы как-то будем смотреть в доллары. И где реальность, да? На самом деле, в таких системах, во-первых, эти инструменты уже позволяют декрировать какие-то коробочные решения, коробочные сервисы, типа, там, Гуглова, АВС и так далее. То есть где-то уже возможно принять решение системы самостоятельно. Да, может быть, оно будет не идеально, но технически это возможно. И это очень интересно, потому что вы не только автоматизируете абсолютно на инновативный процесс, да, но и уже в процессе можете научить систему принимать решения. Это здорово. И при этом быть, там, високом, 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 високом. Вот. Вот. Поэтому решил, что имеет смысл, вот, или поделиться. Ну и, в общем, заканчивая. Я думаю, в принципе, эти вещи более или менее очевидны для работы, где здесь надо и начаться. Но как понять, что искусство интеллект, что машина обучения, или нет смысл его использовать? Ну, во-первых, если мы видим большое количество монотонной ручной работы, мы можем предположить, что она автоматизирует. Давайте об этом подъем. Вот. Второе. Реджитализация. Тот же телехелс, тоже телехелс решение. Очевидно. Очевидно. Реджитализация. И, естественно, основе всего это уже данные. Если у нас исторических данных много, мы можем попробовать получить из них какую-то ценность. Да, на этом сейчас работаем. В общем, не видно, что это уже новое решение. Вот. Это все, в принципе, что я хотел сегодня рассказать. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Могу поотвечать по вопросам, если это не есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, самый адовый пример, когда возложенное обучение не получилось. Ну, степень адовости, наверное, сложно оценить. Ну, для меня... Давайте я попробую ответить со стороны человека, который находится между техническими специалистами и бизнесом. То есть для меня степень адовости определяется вероятностью того, что придет клиент и скажет, мы сожгли 20, 50, 100, 200 штук долларов, и мы недовольны результатом. Что будем с этим делать? Да, вот это у меня адовность. У нас сейчас есть один проект. Значит, проект с категоризацией патентов. Пришел клиент, значит, они... В общем, идея, которую они хотят реализовать, есть какой-то там огромный набор патентов. Ну, представляете, например, компания Samsung в год, не знаю, тысячи патентов там подает. Другие компании, в общем, периодически, когда разрабатывают продукты, они должны проверить, что они не нарушают ни чьи патенты. Проверить это крайне проблематично, потому что там нужно войти в какое-то патентное бюро, там сидит человек, который просто очень хорошо разбирается к патентам, это концентрационные услуги, и стоит денег, ну, как бы... Наверное, так работать не должно. И их идея была в том, чтобы собрать патенты, категоризировать их по каким-то областям, ну, с точки зрения здравого смысла, и потом осуществлять бот. Значит, основная проблема, с которой столкнулись, в общем, самая популярная на таких проектах, это недостаточное количество данных. То есть они когда пришли, я не знаю, что у них есть огромное количество патентов, они их только категоризировали, и так далее. Оказалось, что этого количества недостаточно для того, чтобы система отдавала хороший результат. То есть текущий процент попадания, там, что примерно 30 и 40 процентов, но при этом уже какое-то количество неделей, к сожалению. Иногда получается, ну, в данном случае получилось, да, объяснить вот, что... что нам нужно для того, чтобы получить хороший результат, да, на спольную. Иногда, но это не всегда ровно, к сожалению. Здравствуйте. Система задает вопрос, и система ставит на диапазон. То есть, как мне кажется, скорее всего, на этапе развитой мишель лёгинга, система носит больше элементарных паралл. Как вы думаете, в будущем, скорее всего, или возможно уже где-то регулируется законом, и будет ли юридическую ответственность лучше лёгинга, как заменить для человека с вашего? Спасибо за вопрос. Хорошая речь выглядит очень обширной, скажем так, темой. Она, скорее всего, не в технической области, а этической. И тут можно провести много параллелей, да. То есть, понятно, когда машина принимает решение, это может статистически выглядеть... Хороший пример — это саут-драйвер машины. Там, где машина не может не принимать решение, когда машина не будет ехать. И с точки зрения статистики, если везде ездит сама управленная машина, и там люди не особо выскакивают на дорогу, как угловат Сувер. Гораздо меньше равных, гораздо меньше спектр. Но каждому ли забочится, чтобы машина принимала решение, кому на дороге врезаться условно в дерево, то есть кому погибнуть, кому нет. Но никому не забочится, это этическая проблема. И, в общем, тут идут баталии в этом плане. В сфере здравоохранения эта тема, наверное, ещё более горячая. Но здесь проще. Потому что здесь нет необходимости на потекущих моментах. И не настолько плохо, что врачей совсем нет. То есть, в принципе, машина смотрит на какой-то набор параметров, и потом что-то рекомендует. Дальше врач может либо согласиться, либо нет, это всегда чисто не работает. И сказать, что так что-то принципиально поменяется, ну, наверное, это не в ближайшие 5 лет уж точно. С другой стороны, есть и положительные примеры. Есть, ну, в общем, есть вещи, которые предсказать проще. Например, вот я в прошлом году был на конференции, Дарма, значит, парень из одного госпиталя от Лондона. Значит, обратился он в Тайблок. Он обратился в Google, как называется, димайнд, с вопросом. Мы собрали много данных относительно, называется, лейтиноматия. То есть, это сканирование, по-моему, речи по большевицам, наверное, глазом одна. И на основании вот этого сканирования можно определить вот какие-то области, по которым, которые являются как-то, в результате того, что у человека диабет какого-то типа. И вот это уже, ну, значит, нужно лечить. Значит, сначала дикмарин были достаточно скептические настроения. И сказали, да, ну, как бы, хватит ваших данных. Оказалось, что они делают вот в сети этой госпитали, этой лейтиноматии, тысячу штук в день. Вот. И каждая лейтиноматия потом анализируется у врача. И там размечаются эти области, значит, целые проблемы. И делали это, они это на протяжении десяти лет. То есть там датасет производился у нас очень много. Идеально размечен. И они подстроили на базе вот датасетов систему, которая, в общем, начала работать, ну, не хуже, чем человек, там, с очень высокой грейленностью. Поскольку, ну, система, скажем так, если она говорит, что да, скорее всего там будет, то врача точно стоит посмотреть. Если она говорит, скорее всего там нету, как говорится, да, то, ну, насколько я понял, рассказывали, вот, в принципе, там смотрят редко, потому что критерии будут начать. Ну, это вот пример того, как он может работать. Скажите, а насколько проблемным или проблемным является получение каких-то данных, допустим, здесь, в нашем регионе? Есть ли какие-то датасеты, на которых, значит, стартапы в области здравоохранения могут принести свою пользу? Но им же нужен доступ какие-то данные? Отличный вопрос. Какие горят данные? Ну, это всегда основа. Получение данных... Я правильно пришел вопрос про получение данных здесь? Да? Ну, мне сложно сказать про получение данных здесь, потому что, ну, как меня сюда работали, в общем-то, с местным, или так. Мое предположение, ну, я вижу несколько проблем, более нечестно. Честно. Первое. Формат этих данных и их хранение. Это все-таки, наверное, у нас... Ну, далеко не все и церкви пока реализованы. Насколько я знаю, многое все еще хранится в сложном бумажном формате, да, и просто неудобно для обработки, да. Второе. Я не уверен, но мне кажется, что у нас регламентирован и это возложение очень сильно развивается. То есть, прийти, так, в Министерство здравоохранения и сказать, нам нужно вот это и это, они посмотрят такими глазами, что, скорее всего, ну, то есть, нет процесса такого, да. Просто, опять же, для примера можно привести, ну, вот, опять же, вот в UK, да, вот есть технологические сети, технологические посты, это централизовано, они видят эту ценность. Да, но при этом там была, значит, была панельная конференция для своих людей из LHS, это, ну, система здравоохранения. ну, там вот сидят люди, не знаю, лет, примерно, по 70, и они рассуждают по поводу того, как, ну, дрожь не защищать данные и так далее. Ну, выглядело не красиво даже. Вот. Но, при этом, вот, система NCH, это хранение, да, получение доступа, они нормально сейчас работают в Германии, и, наполовину нормально работает в США. Ну, здесь, ну, не знаю, это стало делать. Система, например, которая работает в США, внимание, они предоставляют открытые какие-то, до какого-то данных есть? Иногда, если есть какой-нибудь, например, демкер, они могут предоставлять ассоциированные данные, то есть, без, ну, каких-то персональных данных, да, условно не будет, но с набором болезни, чуть-чуть, анонимизированные, да. есть, опять же, еще есть точки, да, например, есть кремл, теоретические, запускают разные соревнования, и там вполне реальные датасеты тоже организированы, их можно оттуда брать и, прям, тренироваться. Плюс, опять же, можно построить свою модель, с модель, с модельными другими другими другими. Есть сейчас компании, тоже, мне кажется, это сравнительно новая тема, ну, парни я точно не беру первого, которая занимается генерацией датасетов. не знаю, откуда они берут. То есть, я думаю, что там смешанная модель, то есть, они с одной стороны откуда-то достают что-то похожее на правду, а остальную часть своими какими-то алгоритмами добивают, что она статистически похожа на серийную картину. Ну, вот, такие вот источники, я вижу. У меня нет совсем вопроса, ответ на предыдущий, потому что в Украине такие данные есть, но действительно закрытые, частные. Есть такая компания, это очень известная, которая смотрела формат, она проводит при выпуске лекарств и исследования. Очень ушибно, там достаточно много всяких болей, просто я принимал участие в обработке этих данных, надо сказать, что эти данные действительно есть на языках. Умой. Спасибо. Хорошая идея. Спасибо. Вопрос еще не запомнил, он больше по кейсам, но интересный. Вопрос в том, что есть какие-то рекомендации по организации концепционной команды? Какие люди говорят, в том, 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 что вы рекомендуете? в том, интересный вопрос. Наверное, короткий ответ какого-то стандартного процесса, наверное, нет, но мы пытаемся сделать выводы из ситуации, когда мы наступаем на гравли. и мне кажется, что ключевое в таких проектах это риск-менеджмент. Риск-менеджмент в первую очередь вносит на ожидания людей, которые находятся с этими проектами. мы всегда изначально пытаемся понять, что может не получиться инвестиция всегда, у нас есть команда, которая над этим работает, как мы пытаемся обычно делать. Сколько людей, которые хорошо разбираются мало, они обычно сильно заняты и очень присутственные проблемы есть. Мы подключаем проект современных архитекторов ну, скажем, full-time, условно, на месяц-два, и потом резко его переводят в full-time, потому что ну, дальше уже в каком-то смысле модели апробов, разные форматы апробов, дальше это все уже для этого не нужен архитектор, для этого нужен инженер, который будет совершен архитектор. Мы пытаемся это объяснять, то есть это и дешевле для клиентов и как бы нам освобождают ресурсы для новых каких-то проектов. Что еще? Мы пытаемся зачастую сравнивать результаты работы наших моделей с результатами моделей существующих каких-то, типа Google есть. Это очень важный момент, потому что не очень хорошие эти проекты, потому что мы можем сравнить, насколько наши модели эффективнее, сравнивать сравнение существующие. Например, сейчас у нас есть проект, это еще не проект, мы пока только по поводу взяли. Компания, которая занимается бизнес-тревелом, ее клиенты это другие компании, и они для них пока организуют командировки на другом. То есть они покупают билеты на самолет, в частности. процесс покупки билета это он, на самом деле, никакой очевидный, как может показаться. Это бронирование этого билета, потом есть 17 часов, и в течение 17 часов цена налевается, ее нужно, ну, наша цель убить, там, по минимальной цели. Значит, такой ситуации для нас, например, важно показать клиенту, что у нас есть определенная проекция того, мы сделали очень маленький ПОСИ в данном три дня выбирали с данных, ага, смотрели, среднем, там, 10% на сохранение. Окей, давайте разобьем данные, условно, 80-20, 80-80 будет обрабатывать наше бронирование, на среднем будет обрабатывать совершенно другой существующий движок. Мы сможем в какой-то момент долучать ваше бронирование и понять, что ваше бронирование начал выигрывать. Поменялся там сэкл сэкл Ну, я понимаю, человек не совсем был тот ответ, который ведь ожидался в процессе, да, сумбурно у меня первое, что всплыло в голове это какие-то практики так и да. С точки зрения архитектуры сейчас, правда, очень много это платформа, Amazon, Google, и предоставляет какие-то уже готовые модели, сервисы. В твоем личном опыте что чаще бывает, когда используются какие-то готовые решения и получаются те же 80% продажи, это не просто детализация на техническом уровне, какие-то свои модели? Честно говоря, мне сложно сравнить, потому что, почему? Потому что чаще всего выбирается какой-то подход, если потом мы идем, мы дадим возможности сравнить просто, но наши задачи, эти все проекты они достаточно дорогие и в общем наша задача сейчас одна из это использовать доступные способы удешевления этих проектов и получения фейлфаст то есть попробовали не сработало выкинули если для этого фейлфаст лучше работает что-то готовое короче ну мы, скорее всего возьмем его Ну а вот статистически все-таки там амазоновские сервисы IBM есть какой-то явный фаворит что используется в таких случаях? Не смогу сейчас ответить не сразу но у вас хорошие постарались я попробую наверное уточнить вопрос я правильно понимаю что вопрос о том если процессов такого четко фиксированного нет но действительно его нет потому что слишком много данных слишком много не ничего и иногда все есть промышлоток между инициативой и конечной точкой и хороший вопрос то есть он тоже касается анализа данных но есть ну определенно есть оба основ как скажем тот же data science да не машинный просто data science это аналитика существующая да я приведу самый первый пример допустим у нас есть какая-то статистика по преступности торговли и у нас есть спортивные большие события да и мы пытаемся найти корреляцию преступности с этими спортивными событиями мы предполагаем что если честно чемпионат мирового футбола то все смотрят футбол а они там не знаю дерутся воруют там еще вот мы можем в принципе посмотреть на данные и попытаться предсказать в каких районах там будет максимальный спад а в каких нет да попытаться там аналитика провести это очевидно у нас нет какого-то процесса понимания да что ну не знаю гарант 18% больше чем там да мы можем попытаться какие вещи предупредить достаточно много но есть есть компания можно сказать достаточно аутскудинг например я недавно читал кейс компания это компания которая производит опыт в основном штабах качественные работы значит у них есть процесс трекинга материала разработки производства дискладирования он был в 500 страничном excel сказать что это хорошо работающий процесс наверное нет сказать что его можно что можно попытаться проанализировать автоматизировать 100% может какие результаты это привело к сокращению 20% складских помещений если они смогли экономить на этом просто они пытаются предсказывать какой-то спрос какое количество насладили процесса нет нет есть но аналитика есть деньги сэкономить это ответ то есть резюме там где можно сделать что может сделать ну я думаю что мы можем продолжить этот разговор после доклада конечно спасибо